Амстердам страдает без света и канализации. Речь, правда, не о голландской столице, а о жилкомплексе в Нур-Султане. Почти год собственники квартир жалуются на перебои с электричеством. Говорят, что их могут обесточить на несколько часов, а заодно отключить и отопление. Об особенностях проживания в домах повышенной комфортности расскажет Бахтиар Даркеев. Два дома в едином стиле в перспективном районе столицы. Вся необходимая инфраструктура. Так завлекали покупателей в ЖК Амстердам. Обещали все, как в настоящей столице Нидерландов. В шаковой доступности торговые центры, кафе, рестораны. Разве что нет улицы красных фонарей. Но после сдачи дома надежда на красивую жизнь начала рушиться. Я с ребенком однажды осталась на улице, не могла подняться на восьмой этаж, потому что у нас лифт не работает, паркинг не работает. Жилой комплекс на 400 квартир сдали в конце прошлого года. Жители сейчас понимают, что вместо дома повышенной комфортности получили красивую обертку. А в качестве начинки – букет нерешенных проблем. Очень часто отключают свет. Три, четыре раза в месяц точно отключают. Бывает в течение дня. Не бывает, чтобы там полчаса или часик. В основном это или полдня, или целый день. Бывает света нет. Правда, счета за потребление электричества жителям Амстердама никто пока не выставляет. Оплачивает их сам застройщик. С перебоями электроэнергии столкнули жители только этого дома. В остальных жилых комплексах, но возведенным другим инвесторам, проблем со светом нет. А все потому, что еще на стадии строительства он позаботился о наличии собственной трансформаторной подстанции УЖК. Амстердам ее нет. Выяснилось, что дом до сих пор питается от временной установки, которая была подведена на время строительства. Устанавливать свою подстанцию застройщик не стал. Его руководство надеется на столичные власти. Как только проект будет завершен и РПшка будет подстроена, мы, естественно, будем от этой РП запитаны. Это не наша компетенция. Здесь РП проектирует управление топливно-энергетического хозяйства. Соответственно, мы в дальнейшем будем от него запитаны. Это не наша юрисдикция, поэтому от нас не зависит. Проект ведем не мы. Временная трансформаторная подстанция находится на стройке рядом. В процессе работы тяжелая техника постоянно обрывает кабели. Отсюда и аварий на электросетях. Подключить район к основной линии получится еще не скоро. Власти жалуются, что дома в столице строят слишком быстро, и они не успевают подводить коммуникации. Данный район будет обеспечен электроснабжением от республики домпункта в 2022 году приблизительно. Финансирование на этот проект на стадии рассмотрения. Спасти жителей Амстердама могли бы другие застройщики, если, конечно, они согласятся подключить их дом к своим подстанциям. Один, правда, уже отказался. Ведь счастье он строит только для своих клиентов. К слову, эта же компания до сих пор прокладывает центральную канализацию в микрорайоне. И пока идет строительство, все нечистоты из Амстердама приходится откачивать с помощью осеннезаторских машин. Бахтия Даркеев, Баглан Игликов, Столичное бюро КТК.